Как только будет принято решение по главному тренеру, мы, безусловно, сразу же его объявим. Я правильно понимаю, что переговоры с ним предметно уже... На сегодняшний день в «Орбите» есть несколько специалистов. То есть не один подписатель? Не один. Юрий Дмитриевич, насколько соответствует действительности о том, что ему уже выслали контракт, и он с ним согласился, я имею в виду, Михаила Калтёнова? Ну, вы знаете, когда идут предварительные инсультации, то, наверное, такая форма существует. Но я еще раз хочу сказать, что как только мы будем иметь окончательное решение, мы сразу же вас, уважаемые журналисты, с ним... Насколько корректно вести переговоры с действующим тренером? Я не корректно забегать вперед и говорить о том, чего еще не случилось. Есть вариант, что останется Федоров на посту главного тренера, его утвердят на посту главного тренера? Ну, сегодня коллеги работают, и в непростых условиях работают, работают с командой. Мы с вами видим, что команда старается, что не все получается сегодня в силу определенных причин, но футболисты опытные, футболисты поигравшие, поэтому хочу поддержать только сегодня нашу команду и тот тренерский штаб, который сегодня с командой работает, и пожелать нам успехов. Мы сказали, что... Лукомотив рассматривает отечественных тренеров, сколько иностранцев есть? Лукомотив рассматривает отечественных тренеров. Мы сказали, что три специалиста, они могут быть объявлены... Я сказал, несколько специалистов. Да, несколько. Они рассматриваются именно... Вот на какой, может быть, когда, может быть, объявлен новый главный тренер? Ну, у нас с вами сколько осталось до паузы? Месяц? В конце... Уже даже немножко... Еще там кубка. Ну, я имею в виду гладкий чемпионат, уже немножко меньше. Поэтому у нас впереди сложные матчи, мы к ним готовимся. И вот над этим мы сегодня, над этой задачей все в клубе сконцентрированы. В совете директоров могут быть... Могут ожидаться какие-то перемены? В совете директоров клуба, вот вы сейчас имеете в виду? Ну, в совете директоров это же такая структура, которая... У нас же не... Не отлита из бронзы. Это рабочий орган. И абсолютно нормально, что в совете директоров, как и в любом другом сайте директоров бизнес-структуры, происходит определенное изменение. Как вы отреагировали? Писали, что вы даже не знали о том, что вас назначат председателем среди директоров? Вы знаете, что вы в отпуске и как будто бы это не разрешили по мотивам? Ну, нужно работать и, собственно, быть готовым к тому, что иногда возникают новые задачи. Мы понимаем, что команда находится в кризисе? Юрий, вы не ответили на вопрос, который задавали коллеги. То есть я правильно понимаю, что вы были в отпуске, когда вас назначили? То есть это что, явочным порядком вас известили? Никто никого не извещал. Состоялось заседание, на котором прошли выборы ровно в тот день, когда они прошли. А господин Плотник остался в совете директоров или покинул его? Покинул. Он не имеет отношения к команде прямо сейчас? Прямо сейчас нет. Сейчас вы можете, точнее, сейчас вы понимаете, будет ли спортивный директор локомотива или без этого? Мы по структуре клуба и по структуре спортивной работы клуба обязательно вас проинформируем, как только будут необходимы принятые решения. Мы хотим выстроить, и над этим уже сегодня работаем, такую систему, которая позволила бы локомотиву ежегодно до уровня конкурентной способности, то есть до уровня первой команды, поднимать определенное количество игроков ровно так, как оно и было в системе локомотива. То есть я правильно понимаю, что то, о чем вы говорите, нужно вернуться до того момента, пока не пришли немцы и все разрушили? То есть воссоздание той вертикали, воссоздание казанки? Наверное, все-таки целиком из иностранных специалистов спортивная вертикаль не должна состоять. Потому что есть традиции, есть те тренерские, в том числе силы, на которые клуб всегда опирался и в будущем тоже будет опираться. А можете прояснить ситуацию с Мороном Коппером? Потому что я разрушил с ним контракт не Расторг, но он не в Россию, уехал по делам. Я попозже дам эту информацию. А с Ценбауром, его уже точно контакт Расторг, он уехал из России, выплаченную компенсацию? Не могу еще сказать. Была информация, что бюджет Локомотив будет уменьшен на 20 миллионов евро, если я ошибаюсь. И насколько это следует действительности, в связи с того, что мы понимаем, что действительно есть какая-то финансовая дыра бюджета Локомотива? Финансовой дыры в бюджете Локомотива нет. 20 миллионов евро. Мы с вами помним, что Локомотив был в последние годы регулярным участником Лиги Чемпионов. И это те средства, которые в течение нескольких лет клуб получал за участие, за игры в Лиги Чемпионов. Но сегодня проведена большая работа по тому, чтобы снизить в том числе и зарплатную едуность. Поэтому точно дыры в бюджете Локомотива не будет. В течение трех трансферных локом приводились разные иностранные игроки, сумма которых, как многие считают, не обратно. Мы понимаем, что нам стоит решить какой-то чисткий состав или нет? В Локомотиве будут играть те, кто нацелен на игру, кто разделяет ценности футбола, кто выходит на поле и на поле должен отдать все силы для того, чтобы радовать наших болельщиков. Потому что сегодня клуб Локомотив – это клуб железнодорожников. Очень большой коллектив стоит за клубом, коллектив российской железной дороги. И, конечно, мы очень хотим видеть в клубе тех футболистов, которые эти ценности разделяют. Юрий, ведь большая группа иностранцев приведена господином Цорном и предыдущей администрации. Им же всем надо платить заработную плату при возможном расторжении – это колоссальные убытки. Будут ли сделаны какие-то выводы и аудит? Не все контракты подразумевают компенсацию. Мы ознакомимся со всеми контрактами, посмотрим. Но далеко не по всем контрактам при расторжении выплачивается компенсация. Будет ли выплачена компенсация господину Цорну при расторжении? Не могу сейчас вам сказать. По поводу Владимира Валерьевича Леонченко. Он останется на посту? Владимир Валерьевич в настоящее время работает генеральным директором клуба. И останется до конца года или до конца сезона? Он сегодня работает генеральным директором клуба. Он осуществляет подготовку всей инфраструктуры клуба, координацию работы с командой. То есть выполняет сегодня очень важную функцию. Клуб должен работать. Да, но то, что он остался, то, что его не изгнали из предыдущей администрации, то, что вы довольны его работой? Генеральным директором. Вы довольны его работой? Знаете, в спорте же все определяют одним, как мы сами знаем. Результат. Да. Поэтому любой руководитель спортивный оценивается, прежде всего, по тому, как он делает свою работу. На сегодняшний день задача готовится к матчам. У нас впереди очень важный ответственный матч. Структура клуба работает и должна работать. Была информация, что господин Поляцкий может прийти и работать в «Локомотив». И господин Хабаров. Да. Соответственно, в действительности, правда, и на то же время. Я не буду сейчас комментировать. У нас, знаете, очень много слухов сейчас о том, кто может прийти в «Локомотив», как может клуб работать. На сегодняшний день структура рабочая, и мы готовимся к матчам. Рассматриваете ли вы? Какие новые люди придут в руководство клуба? Такое допускаете? Ну, в любой структуре иногда возникают новые люди. Рассматриваете ли вы помощь? Еще раз хочу рассказать, что во главу угла всегда ставится вопрос эффективности работы того или иного специалиста. В спорте, как мы с вами знаем, это прежде всего. Агент Вадим Шпинев задал вопрос дважды в интервью чемпионата. Он спросил, кто сядет в тюрьму. У вас, глядя на те документы, которые есть в «Локомотиве», на тетраде, такого вопроса не возникает? Будут ли заведены дела? Вы знаете, но вы сейчас, наверное, уже переходите в какую-то другую плоскость своими вопросами. Да, дела у нас заводят правоохранительные органы. Да. И на сегодняшний день все контракты, которые составлены, соответствуют действующему российскому законодательству. Насколько они рыночные? Будут ли проверены платежи, которые осуществлялись при обеспечении этих контрактов? Периодически в российских железных дорогах все дочерные структуры проходят определенные проверочные мероприятия. И футбольный клуб в этом плане не исключен. Покинул ли Томас в сторону России? Есть ли возможность его задержать? Я не знаю, я не слежу за Томасом. Рассматриваете ли вы помощь Юрия Семина, Юрия Павловича Семина, как приглашение, может быть, в качестве консультанта, возможно ли, на другие какие-то позиции? Я очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет таких переговоров с ним о том, что он каким-то образом подключится к работе клуба. Почему? Потому что на сегодняшний день их нет. Но вы уверены, что он не поможет? Вы уверены в том, что что-то может ему помешать? Просто почему? Или он есть в том списке, о котором вы сказали, что несколько кандидатов? Я буду с Юрием Павловичем встречаться, мы будем с ним некоторые вопросы обсуждать, но они не связаны с работой главного тренера. Также называлась возможность приглашения Бориса Ротендерга в структуру программы. Слушайте, мы с вами на тему спортивного директора уже проговорили. Если будет такая необходимость в этой позиции спортивного директора, то мы будем поблагодарить специалистов. А как работаем спортивные директоры? Кто тогда будет отвечать за трансферы, за продажи? На сегодняшний день перед нами стоит задача впереди несколько очень важных игр. На все остальные вопросы мы вам ответим. Юрий Владимирович, я правильно понимаю, исходя из ваших слов, что перед вами ключевая задача, которая вы видите обеспечение результата, и, конечно, чтобы команда не вылетела. Люди предыдущие наработали так, что команда стоит на вылет. Для нас очень важной является задача системы локомотива, системы футбольного клуба локомотива, который бы обеспечивал приток молодых игроков и позволял клубу конкурировать на равных с бывшими российскими клубами. Собственно, таким локомотивом, который он и был до последнего момента. До прихода немцев. Юрий Владимирович, один вопрос. Я правильно понимаю, исходя из ваших слов, я правильно понимаю, что вы считаете то, что вы сказали, необходимость устраивания ракикалия, это значит, что казанка будет воссоздана? Ну, может быть, она не будет называться казанка, может быть, она будет называться казанкой. Мы эти вопросы будем рассматривать, ведь здесь вопрос не является самоцелью названия какой-то отдельной. Нам важна система, нам важно, чтобы после академии игроки имели возможность еще определенное время находиться в организованной стройной системе, в клубе, для того чтобы их уровень конкурентной способности по результатам работы в этой системе позволял на равных конкурировать с ведущими игроками за место в основном составе. Вот задача, наверное, если я не открою Америку, это задача любой футбольной системы. В предыдущем вопрос о том, что она тоже занимается воссозданием, так скажем, казанки, но она будет проектировать на аутсорсе. Вы коллеги на работе? Уважаемые коллеги, мы в паузу зимнюю, у нас сегодня будет достаточно много времени, чтобы порассуждать, замечаться, поговорить, поэтому сегодня мы не будем забегать. Это очень серьезный вопрос, только надо. Вот в этом плане как раз мнение Юрия Павловича будет очень важно, потому что как достроить систему, как ее отрегулировать, чтобы она давала результат, это очень непростой вопрос, и мы очень скрупулезно будем над этим работать. Вот давайте это все время. Юрий, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.